Дорогие, всем привет! Я Таня из Южной Каролины, риалтер, брокер по недвижимости. И сегодня я приехала в любимую мою локацию. Опять же, мы находимся в Удру Фридвилл, недалеко от моей, уже скажу, не только клиентше, но подруге Эмилы. Хочу продать в ее комьюнити дома, чтобы заселялись только хорошие люди. Хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы присоединились к моему YouTube-каналу. И я вам сегодня покажу дом с бейсментом. Вы знаете, много людей у меня спрашивают, у вас в Южной Каролине есть дома с бейсментом? Да, вот один еще не продался, уже даже скидку на него сделали. Скажу сразу, дом супер, участок нет. Если вам не нужен участок, а просто нужен бейсмент, это дом классный. Потому что, во-первых, мы находимся в Кул-де-Сак. Посмотрите, пожалуйста, домик там. Дальше нету домов. И получается такое большое-большое пространство. Если у вас дети, можно кататься на велосипедах, в скутерах, не переживая, что кто-то кого-то ударит. Соседи классные. Только что вот уехал дяденька с этого дома также. Молодец. Пожалуйста, обратите внимание на хороший драйвей, на прекрасный фасад. Вот, кстати, этот дом имеет ступенечки, а это редко найти в Диэр Хортона. И, конечно же, я хотела бы вам показать сразу, как вы уже, конечно, сами заметили, здесь много кирпича, хорошие материалы дома. Расстояние между домом, скажу, неплохое. Но вот просто бэкьяр сзади не сильно удачный. Спереди дом супер. Лично этот дом имеет 4 спальни, 3 целых ванны. Это не считая разные еще лафты. И не считая, как сказать вам, бейсмен. В доме 3200 скверфит. Бейсмен добавляет еще 1300. Он не закончен. Но там электричество, пламень сопроведено. Просто нужно закончить щитрак. Пожалуйста, поднимайтесь вместе со мной. Приятные, приятные, высокие потолки. Чудесный такой маленький рейл. Опять же, кирпич здесь присутствует. Очень много. Кстати, это домик. Кстати, это домик тоже самое, как у моей подруги Эмболы. Просто здесь, например, щитки, может быть, другие кабинеты или полы. Я точно не помню уже с цветами. Каждый день вижу их очень много. Поэтому не помню. Но хочу сказать вам, что качество именно этого ламината крутое. Как вы видите, слева от меня чудесная комната для того, чтобы поставить стол. Хорошая высота потолков. Вы уже знакомы с этим застройщиком. Это Диак Хокин. За этот дом они просят 467 тысяч долларов. Если мы поделим первый этаж, второй, добавим еще бейсмент. Получается где-то 110 долларов за скверфит с участком. Да, бейсмент до конца не закончен. Но это не проблемка. И опять же, другие застройщики, может быть, хотят 200 за такое качество. За скверфит. Как вы уже знаете, увидели много моих видео здесь. Я не буду открывать здесь шкафчик. Я быстро пройдусь по этому дому. Потому что я хочу показать вам не только этот дом в АТС Абдивизион, но также еще два, которые идут на продажу. Ребята, я свадьба шутила. Я сама пошутила. Здесь какой шкафчик? Это у Эмлы шкафчик, это у других шкафчиков. А здесь мы побежим в бейсмент чуть-чуть попозже. Классная шутка, да? Окей. А сейчас, пожалуйста, обратите внимание на эту чудесную кухню. Диак Хокин всегда дает 10 тысяч на закрытие, если мы идем с его финансистов. Так что если хозынкасс будет 15 тысяч долларов, 10 нам подкрывает. Нам нужно с кармана дать 5. И еще экстра зависимо, сколько вы сами решили дать мадам пеймент. 3,5-5 тысяч. То есть на 5-5 процентов или 20. И так можно дойти до выше. Как вы уже знаете, здесь у нас хорошее место для... Вы сами знаете, что там поставить. Холодильник. Пожалуйста, Эммонка, покажи эту классную часть. Мне очень нравится, во-первых, что длинные кабинеты. Здесь много места. Приятные цвета. Хорошие, хорошие. Такой темп. Вы знаете, в других застройщиках, как я вам показывала, что пенсию здесь маленькая. Они просто установили еще половину. То есть санузел установили. А как бы вы хотели? Уменьшить этот именно размер шкафа и поставить санузел? Или это бы вас устроило? Потому что у нас на первом этаже только один общий, скажем так, санузел. Он, может быть, принадлежит для гостей, а также для людей, которые бы хотели поселиться на комнате спальни на первом этаже. Здесь что, классно, что, например, если вы хотите жить с родителями, можно их заселить в эту комнату. Может быть, сделать, опять же, офис и все другое. Гарты у нас есть. Не знаю, может быть, еще его до конца не подсоединили. Может быть, нужно ждать, чтобы это все начало работать еще 30 секунд. У меня их, на жаль, нету. Микроволновка. Хочу сказать, что вытяжки здесь, так как вытяжки нету, но эта сторона выходит наружу, и она здесь легко будет добавить. Дабл овен, как вы видите. Именно в этом доме другая чехи раковина, тоже неплохая. Она, кстати, широкая. Если вы захотели купить такой чудесный дом, я вам добьюсь и жалюзи, и также холодильника. Так что вы обращайтесь ко мне, о всем другом позабочусь я. Все вопросы личные, более информативные, также звоните мне по телефону 864-747-3561. Я прошла. Окна. Это место для стола. Смотрите, как интересно у соседей. Пожалуйста, доченька, подними телефон именно и покажи через вот это стекло, которое не имеет сеточки. Видите, какой у них удачный бэк-ярд. Вот у них ниже дом стоит, и у них очень крутой бэк-ярд. А здесь что-то вот так. Опять же, полы все супер. Камин здесь присутствует за эту цену. Давайте все-таки мы выйдем на дек. Я вам расскажу и плюсы, и минусы. Дек, во-первых, вы видите, сейчас идет дождь. Цвет чуть сильнее. На самом деле он светлее. Это дерево уже было обработано специальными химикатами, чтобы не гныть, чтобы держать цвет. Размер прекрасный, крыши нету. Ну, это не страшно. Но, опять же, у соседей такой классный бэк-ярд. Здесь что еще чудесно, что можно бегать вниз-вверх. Ну, вот, вы видите, вот это, можно сказать, бэк-ярд. Застройщик взял там такую большую стену, чтобы вода не стекала от соседа. Но на самом деле вода будет протекать именно вот по этому ровчику. Сзади чудесно, потому что там никто не будет никогда строиться. Есть природа, если захотите, можно посетить как-то. Ну, да, вот именно, чтобы просто поставить батут или качели, здесь невозможно. Но зелень здесь чуть будет присутствовать. Как вам цвет дома? Мы еще выйдем на бэк-ярд именно с бэк-ярдом, я вам его покажу. Так что давайте забегаем обратно. Забегаем обратно, покажу вам гараж, покажу вам также комнату в спальне. Чтобы вы знали, что именно в этом доме нету самого, как у Эмолы. Есть такая специальная комната с самым много окон, потому что здесь они должны были поставить дэк. Хорошо. Вот, пожалуйста, покажи, Доть, хорошую такую комнату. Размер чудесный. Как я говорю, всегда здесь не хватает. Только прекрасного люстра. Потолки здесь шикарной высоты. Есть еще такой общий шкафчик. Очень хорошего качества сделаны и кабинеты, и кванц, и мне нравится именно плитка. Ну, если есть какие-то недоделки, покраски или еще другие, каждый имеет возможность пройти перед закрытием и сказать лично это застройщику, что мне это не нравится или вот это. Так же, Эмолы, пожалуйста, покажи вот эту чудесную зону, где можно присесть и повесить, не знаю, одежду, зонтики, поставить обувь. Окей, хорошо. Гаража на две машины, на что я вижу, здесь присутствуют ступеньки, так что именно вот с этой стороны гаража должна, наверное, будет запарковаться поуже машина. То есть не такая длинная. А с этой стороны можно уже и длинную. Классно. Знаете, что, хочу вас завести на второй этаж, а потом уже покажу вам, а потом уже я вам покажу самый, как говорится, знаете, сюрприз, где, Гавриила, там классный, большой-большой классный. Обещали на второй этаж. Обратите внимание на рейлс. Смотрите, все сделано качественно, с дерева, присутствуют такие красивые балясины, есть поворот, окошка нет, но здесь очень много света. Поднимаясь на второй этаж, мы сразу попадаем в такую красивую лавто-зону. Это чудесная зона, вы много раз видели такую именно планировку. Здесь так красиво оформляют и столы ставят теннисные, и диваны. Это просто чудесная комната для семьи. Я не буду показывать вам разные шкафы, потому что вы уже их видели в других видео. Но вот это, заходя в свою спальню, Master Bedroom, мы попадаем, скажу вам честно, в большое царство. Посмотрите только на шикарные размеры этой комнаты, а также за этой аркой есть еще чудесная комната, где можно установить все, что с вами всегда желали. Сперва я вам покажу именно ванную комнату. Смотрите, двойная дверь узенькая, но ее можно поменять, так и фармдор, если вам вдруг захочется сильно. Чудесные зоны. Кабинетов. Отдельная комната, мне очень нравится. Пожалуйста, обратите внимание на большую ванную комнату и также душ, кстати. Не знаю, мне так кажется ли, это такой он должен быть узенький, этот душ. Я бы честно не пожалела еще чуть-чуть этой пластмассы и доделала вот от этой стенки до этой. Просто просится. А так мне устраивает размеры, устраивает то, что именно в большой комнате есть и душ. И ванная. Здесь у нас есть комната для одежды, которая принадлежит лично сюда. Хорошие размеры. Очень хороший размер, она в таком длинном виде. Но ее можно очень красиво обуставить. Выходим из комнаты и побежали дальше. Сейчас мы находимся в этой зоне, где мы поднимались. Красиво, красиво все смотрится. Здесь у нас чудесная спальня. И также хочу доказать, что вот очень-очень хорошая ванная комната. Здесь из раковины на два человека. Отдельная комната, где ты купаешься. Разделенная. Меня этот санузел очень устраивает. Я считаю, что эта планировка дома сама удачна. И, кстати, ее очень много кто выбирает. Даже, что интересно, женщины, которые живут сами, хотят жить в таком королевском доме большом. И у меня уже таких женщин, наверное, три, вот выбирает для себя лично такой большой дом. Так что, ребята, никогда не говорите большой дом для одного человека. Потому что всегда его чем-то запомнишь. Посмотрите еще на одну спальню. Так что, здесь у нас четыре спальни. И еще вот есть удачная очень комната для того, чтобы сделать вашу стирку и сушку. Во-первых, мне нравится то, что здесь установили так много кабинетов. Даже поставили кварц. Вы понимаете, это крутой материал. Не только красивый, но и качественный. И вот еще здесь. В шкафчике можно поставить разные порошки. Все, что бы вы хотели. Не хватает здесь, конечно, раковины. Но я думаю, что это не смертельно. Так как у нас пламень здесь есть. Как-то можно его установить, если вам очень нужно. Сейчас я уже вам показала второй этаж. И давайте мы побежим на бейсмент. Снимем его, покажу его вам. Еще вам два домика, которые сейчас на распродаже по хорошим ценам. Сейчас я хочу вам показать бейсмент, который, как вы видите, нету ни ковролина, нету здесь ни пола. Зато здесь есть большой скольфит. Как мне говорили, здесь 1100 или 1300 скольфит. Посмотрите, пожалуйста. Бетонные стены, на которых стоит этот дом. Деливирует все шикарные. Как вы видите, здесь есть пламбинг. Я не знаю, что здесь можно сделать. В спальне точно, если хотите установить сам узел, можно. Даже эту арию можно сдавать, скажем так, и в АНВ, или просто для того, чтобы... Если вы хотите зарабатывать еще деньги на арене, это чудесные, как говорится, вам... Нет, подожди, как надо. Это чудесная возможность для того, чтобы... Это чудесная возможность для того, чтобы вот закончить эту территорию. Чудесный, классный зал. Просто шикарный. Вот эти белые, скажем так, трубы для того, чтобы проводить пламбинг, чтобы сделать еще какие-то санузлы. Одно, что мне не сильно нравится, это вот мешают для глаз какие-то потеки из фома. На самом деле, капец какие эти шурупы сильные. Вы видите, здесь маленький пошел раскол. Я думаю, что это все соединили, чтобы оно дальше не раскаливалось. Ну, будем наблюдать за этим домом. Если еще его не купят, придем, посмотрим. Но, скорее всего, это не проблема, так как застройщик дает гарантию на 10 лет. Ну, опять же, есть комната там, где можно еще установить спальню, сделать. И чудесно то, что здесь очень много окон, а также двери. Вы понимаете, что застройщики оставляют вот эту территорию без окон. И потом ты делаешь здесь, что хочешь, как бы, бетоном создают, и никаких окон не сможешь иметь больше. Ну вот, посмотрите, пожалуйста, на участок внизу. Как вам? Как вам такая возможность приобрести дом с бейсминтом? Приобрели бы вы такой дом и заказали за эту же самую сумму, такой дом только два этажа. Первый и второй. Вот этого всего нет. Будет дом просто на бетоне. Пожалуйста, комментируйте снизу. Я буду рада читать ваше мнение и пожелания. А сейчас я проедусь по Санкт-Петербурге и покажу еще вам два чудесных домика. Ребята, тут шумно идет столько, на все 100. Сейчас я нахожусь в этом прекрасном доме, который смотрится просто шикарно. Опять же, у нас скидки до 389 тысяч долларов. Имеет 2 600 скверфит, а также 4 комнаты, 3 ванны и... Вон, вот, пошли. Как вам? Да, как вам камень? Два отдельных гаража. Хорошая почвь. Мне нравится, что этот корень, он дом на корне, самый последний. Много земли, чудесные камни и много. Вау, посмотрите, пожалуйста. Во-первых, лестница при входе, но это не смертельно. Мне нравятся цвета, мне нравятся высокий потолок, а также прекрасное окно, которое вы, наверное, заметили уже снаружи. Смотрят этот чудесный дом. Опять же, материалы я не буду вам рассказывать, потому что вы очень знакомы с этим застройщиком. Прекрасная комната для стола. Гараж, две машины, как вы видели. Здесь присесть, можно раздеться. Пожалуйста, обратите внимание на чудесную кухню. Во-первых, здесь такие красивые кабинеты, такой молочного, кафейного цвета, как будто это капучино. Мне нравятся все материалы, которые позже подобраны в этом доме. Начиная и от кольца, и от бэксплэша. Мне нравится этот айлэнд. Лампы, черненькие ручки, газ. Все очень хорошо. Место для стола. Здесь можно установить, скорее всего, круглый или квадратный стол. Мне очень симпатизирует этот участок, потому что, во-первых, как я уже говорила, такие люди, которые подразумевают на охотно. Пожалуйста, мне вообще рада туда. Так что, если вы заинтересовались, дома из хорошего материала, имеется газ внутри, а также здесь по проценту есть комната, как спальня. Давайте мы заглянем сюда. Классная комната, мне очень нравится. Посмотрите, пожалуйста, также на целую ванную комнату. Она рядышком спальни. Здесь приятные цвета, хорошее расположение, классное окно. Вау! И это все на первом этаже. Если кто-то не может подняться на второй этаж, это просто большой плюс. Еще есть классные глаза. Давайте мы еще покажем вам второй этаж. Сегодня внутри дома, я имею в виду. Смотрите, знаете, я обычно, конечно, любитель, когда заходят на второй этаж, чтобы была такая большая лафт-эрия, но здесь она есть. Просто она за дверьми, скорее всего. Но я расскажу вам про это попозже. Сама сейчас узнаю, что здесь находится. Хорошо. Прекрасная зона. Спальная. I like it. Во-первых, цвет этот очень приятный. И cover in. Между двумя комнатами у нас сам узел. Мне кажется, что этот дом сегодня даже убирали. Он так хорошо пахнет. Классно. Я не знаю, его так классно убрали. Он же был весь оранжевый. Еще одна спальня. Чтобы понимали, что в каждой спальне проведена электрика для ветрячка. Если вам нравится ветряк, вы сможете его подцепить. Если вам нравится люстра, вы также сможете его поменять. Главное, что электрика уже проведена. Так. Я была вам, честно скажу, в этом доме, но я вот не запомнила, что это за комната. Скорее всего, это спальня. Так что, когда мы зашли именно от ступенек, у нас будет двойная дверь в спальню. Ну, я сейчас не смогу поломать свои пальцы. Держу здесь телефон, здесь информацию. Но это закрывается. И потом только ты открываешь одну дверь. Заходите в эти прекрасные, прекрасную комнату с хорошими размерами. А также обратите внимание на ванную комнату. Здесь уже одна-две, не двойная. Также есть и ванна, и душ. Мне это очень нравится. Классная, классная. Вы смотрите, видите, там строят домик. И уже скоро будет заливать бетон. Скорее всего, они уже залили. Подождите, я думаю, что еще будут заливать. Просто все укрыли от дождя. Ну, и, конечно же, здесь должен присутствовать хороший шкаф для одежды. Я считаю, что это хорошая цена для хорошего района. Отдельная комната. Это мне очень устраивает. Крышки я бы точно чуть поменяла, потому что они еще здесь тяжелые. Так, у нас здесь выход на второй этаж. Скорее всего, у нас здесь ланджи, потому что я не видела именно здесь еще стирки и сушки. Вот она и здесь. Хорошо установили раковину. Если вам не нравится такая раковина, легко заменить ее на функциональный кабинет. Я стараюсь вспомнить слово. Ну, и еще у нас здесь есть, как говорится, этот лафт или экстра-бонус комната. Просто она здесь. Но если вам нужна еще одна спальня, это также может здесь быть, потому что, смотрите, это клазет. Там даже чуть дальше еще есть место, чтобы поставить одежду. О, вау. Правда? Так что я считаю, что этот план шикарный. Во-первых, он и удачный, он и просторный, он и светлый. И он стоит 385. Но если вы обратитесь ко мне, я еще и спущу цену. Постараюсь, ребята, постараюсь. А также добьюсь вам холодильника и жальзи. Какое здесь красивое окно. Давай, доченька, выйдем на улицу и снимем еще рядышком дом. Может быть, какие-то две семьи захотят купить вместе, друг с другом. Две сестры, два брата, двое самых лучших друзей. Я не знаю. Вы сами решайте. Как я говорю, звоните мне. Я вам помогу решить другие вопросы. И о переездке, и о финансировании, и районы. Не переживайте. Все расскажу и покажу. Дорогие, посмотрите на домик. Заходите, заходите, заходите. Закрывайте дверь. Я просто все показывала вот так, потому что мне очень нравится. Хотела все просто сказать. Как говорится, наружу все выплывало. Но просто из-за звука не могла. Находимся мы в одном из самых популярных планов домов. Это Хэмшайр. Это тот дом, который я вам показала с бейсментом. За 469 тысяч долларов. Вот этот домик 424 тысячи долларов. Чтобы построить такой дом, вот, например, на следующих участках, участка, чтобы построить такой дом на следующих участках, он уже будет стоить на 30 тысяч дороже. С такими же самыми полами, кухонными кабинетами и другими опциями. Я быстренько пробежусь здесь и скажу, почему этот дом, опустили цену. Во-первых, этот дом уже построен. Чтобы застройщику начать другие проекты, он должен продать этот, чтобы он мог взять отсюда 3-4, и переложить на другой проект. Поэтому его опустили где-то на 20 тысяч долларов. Я считаю, что если вас устроят вот эти полы, свет, кухонные кабинеты, это, говорится, дел. Все другое, как я говорю, гарантирую. Именно райончик школы все классные. Смотрите, здесь беленькие кабинеты, белый бэксплэш, хороший кварц. Опять же, там есть экстра кабинеты, там есть экстра хорошая комната для того, чтобы хранить ваши продукты. и хочу сказать вам, большая комната самая, участок уже сам небольшой. Давайте, пожалуйста, обратите внимание еще на вот эту. Лутизна. Очень хорошее качество, мне нравится. Опять же, газ, стол, опять вода. Кстати, опять вода, посмотри на полу, опять вода. Вот когда я людям показывала пару дней назад этот дом, здесь была вода, в этом месте ее никто не вытерзал за два дня. Мы пришли, например, сегодня, потом пришли еще завтра, вода здесь была. Вы видите, пол не поднялся. Что я хочу сказать, что это плохо, что здесь была вода, потому что застройщик, когда я ему сказала, что здесь есть вода, он должен был прямо прилететь и все вытереть. но, видимо, он дал мне понять, что Таня переживает. Этот пол, хорошие качества, он выдерживает не только воду, но и все остальное. На самом деле, давайте выйдем на улицу, посмотрим на участок. Участок небольшой, но и не маленький, просто вот на городе. Какой бы вы взяли дом? Этот за 424, другой за 385, или первый за 469? Пожалуйста, пишите воно, я буду очень рада услышать ваше мнение. Лично этот дом такой же самый, как и первый, который я вам показала, поэтому я не буду больше заходить и показывать там другие комнаты, так как у меня еще и другие дела сегодня нужно сделать. Сегодня встречаю клиентов, которые уже купили дом и также едут по дороге в свой домик, так что мне нужно приготовить некоторые им маленькие сюрпризы. И хочу сказать, что этот дом такой же самый, как и у Эмилы, наверху все точно то же самое. Может быть, как я говорила, цвет пола и цвет кабинетов. Если вас интересовала любая недвижимость в Южной Каролине, запомните, что у этого застройщика мы сможем еще выбрать участок, также, который находится именно в сторону леса, очень чудесные, замечательные участки, если вам не понравились эти. Дома они строят где-то за 4 месяца, и цены у них неплохие, если взять, именно посмотря, если мы смотрим на их пэкэдж, цены у них еще приличные, compared to other dealers. Так что я здесь, чтобы вам помочь. А сейчас всего хорошего. Пока-пока.